Всем привет! Меня зовут Сергей Егоров, это YouTube-канал Футбольной Беги. Мы по-прежнему работаем в режиме самоизоляции. Надеюсь, у вас все хорошо. Завтра в стрим в 20.00 приходите на мой канал, поговорим. А сейчас я бы хотел поговорить о ситуации с футбольным клубом «Локомотив» и заявлением Юрия Павловича Семина. Семин написал, ну, в кавычках написал, конечно, Юрий Павлович сам не сидел за ручкой, не писал этот текст в редакцию «Спортэкспресс», но в эссе я публиковал этот текст и, собственно, правильно сделал. Это эксклюзив, это трафик, и это очень хорошая история с точки зрения цитируемости. Что здесь важно, о чем бы я хотел поговорить? Основные темы. Прав ли Семин? Жлобы ли футболиста «Локомотива»? И что будет дальше в аппаратной игре, в аппаратной борьбе между господином Семиным и футбольным клубом «Локомотив»? Обо всем по порядке. Во-первых, логика Семина. Если брать пополнение бюджетов клуба «Футбольного клуба «Локомотив», то я допускаю логику, которую выстраивает себе Юрий Павлович. РЖД традиционно дает определенный платеж, как правило, это около 5-5,5 миллиардов рублей в год. Это так называемый спонсорский вклад. Я напомню, что РЖД – это госкомпания на содержание футбольного клуба «Локомотив». Если представить, повторяю, если представить, что эти деньги приходят в начале сезона, либо в начале года, то эти деньги, возможно, «Локомотив» уже получил. Возможно, такую логику выстраивает Юрий Павлович Семин. И в ситуации, когда деньги есть, не совсем понятно, для чего футболистов заставлять идти на понижение заработной платы. Чтобы показать какой-то символический акт, но можно было это сделать каким-то другим способом. Для чего еще это необходимо было делать? Для того, чтобы показать, что футбольный клуб «Локомотив» в тренде, который задал футбольный клуб «Спартак». Но давайте разберем хозяйство футбольного клуба «Локомотив» и «Спартака». У «Спартака» приличные доходы от матч-дэй. Я напомню, что как-то Леонид Федун рассказывал, что эти доходы составляют около 60 миллионов рублей за один только матч. «Спартака» приличные доходы, я полагаю, от спонсоров. У «Локомотива» по тому, что мы видим, посещаемость невысока по сравнению со «Спартаком». И вряд ли там большие доходы от матч-дэй. И вряд ли есть серьезные спонсоры, которых «Локомотив» потерял. Ну, кроме спонсоров, которые так или иначе каким-то образом связаны с компанией РЖД. И в этом смысле логика Юрия Павловича совершенно понятна. «Ребята, у вас и так есть денежки, для чего вы штрафуете футболистов?» Ну, разумеется, их никто не хотел штрафовать, их просто хотели вычесть деньги. И в этой ситуации у Юрия Павловича вот такая, возможно, логика выстраивается. Конечно, там есть определенные неудачные, в этом письме, посмотрите его на сайте эссе, есть определенные неудачные обороты. Конечно, не стоило говорить о том, что бразильские футболисты «Локомотива» содержат своих родственников на родине. Потому что, я думаю, что российские граждане, которым сейчас урезают зарплаты, которых сейчас увольняют или сокращают с работы, им абсолютно нет никакого дела до футболистов «Локомотива». В частности, до русского бразильца Гильермо, который уже в «Локомотиве» так долго, что мог за эти деньги, как правильно заметил журналист «Спорт-24» Максим Илоназаров, построить хорошую больницу. Но футболисты «Локомотива» не идут на эти жертвы. И я так понимаю, что они являются какой-то разменной монетой в аппаратной борьбе Юрия Павловича и футбольного клуба «Локомотив». Второй момент. Ну вот задумаемся, для чего российские футбольные клубы вот так наперебои объявляют о том, что футболисты срочно-срочно идут на понижение заработной платы. Тренд задан. Вот сегодня «Московская торпеда» объявила, что минус 25%. У меня два соображения на этот счет. Во-первых, быть может было бы правильно в тот момент, когда сейчас мы говорим о понижении зарплат, в будущем сказать, ну если так честно, футбольные клубы ведут себя со своей аудиторией, и сказать о том, что перед определенными матчами футболистам дают двойные, элитеральные и премиальные. Разве это не так? Я вспоминаю историю, когда на Евро-2008 у сборной России было два футболиста, которые скандировали в раздевалке постоянно двойные и тройные. И в тот момент, когда туда в раздевалку входил господин Мутко и господин Капков, в тот момент руководитель Национальной академии футбола, которая спонсировала контракт Гуса Хидинга. Такое есть и в футбольных клубах, и в этом смысле было бы правильно говорить о том, что если вы сейчас высчитываете деньги у футболистов, то впоследствии будет правильно сказать, ребята, ведь мы им еще можем дать двойные или тройные. И второй момент. Вот вы только представьте, что если сейчас футболисты большинства футбольных клубов идут на такое понижение, сколько им переплачивают? Быть может, стоит посоветовать футбольному начальству в будущем договориться с футболистами не только о понижении, на месяц-два, а на более серьезное понижение? Ну, допустим, на весь срок контракта. Разве они куда-то уйдут, эти футболисты? Знаете, как один наш, по-моему, политический деятель сказал фразу, а идти-то некуда. Абсолютно большинство футболистов, которые выступают в РПЛ, в других лигах больше не заплатят. А учитывая то, что у нас не такой высокий подоходный налог, российская футбольная лига является весьма привлекательным местом работы для большинства футболистов. И третий момент по поводу этой ситуации. Вот было заявление футбольного клуба «Зенит», господин Медведев, футбольный менеджер, рассказал о том, что все футболисты согласились достигнуть договоренности о минус 50% заработной платы на определенный период, пока это есть пандемия. Но не сказано-то главного. Есть ли в соглашении, которое подписали футболисты «Зенита» и руководство этого клуба о том, что в будущем вот эту недостающую разницу, которую сейчас футболисты потеряют, им в будущем вернут премиями? Есть или нет? Вы представьте, «Зенит» ведет очень сложные переговоры с Сергеем Симаком. Насколько я знаю, у Сергея Богдановича цифра контракта 3 миллиона евро в год, у клуба пожелания 2. Я думаю, что на 2,5 миллионов евро договорятся. Но вот клуб, который ведет такие тяжелые переговоры с главным тренером, клуб, который и так и не смог договориться с Сутерминым в первом случае, когда его нужно было просто забрать из Оренбурга, дав ему нормальную заработную плату, не делая трансфер через Кузинский совхоз, забирая его из Казанского рубина и получая гигантский имиджевый скандал, который, я надеюсь, не надеюсь, а думаю, что еще не закончен. Потому что Сутермин является еще футболистом футбольного клуба «Зенит» и в будущем неизвестно, как все повернется. И третий момент, вернее уже четвертый. Так вот, представим, что там так тяжело идут переговоры, здесь вдруг как по щелчку футбольный клуб «Зенит» договорился о том, что футболисты идут на понижение зарплаты. Вы верите в это, что футболисты вот так взяли и легко согласились? Я в это не верю. Я полагаю, что есть какое-то дополнительное соглашение, в котором все четко прописано. Возможно, в этом соглашении прописано, что недостающие деньги, которые сейчас недополучат футболисты «Зенита», в будущем они получат за счет премиальных. И это будет честно, если бы «Зенит» это объявил. И в этом есть логика Юрия Павловича, потому что Юрий Павлович смотрит на финансы, которые и он, в том числе, принес футбольному клубу «Локомотив», выступая в Лиге чемпионов. И я обращусь к словам, которые, как-то сказал, перефразируя, возможно, чуть-чуть не так цитирую господина Медведева, который сказал в ролике, по-моему, красавы Евгения Савина, блогера, о том, что главная задача потратить деньги. Денег даже в нынешних условиях, если госкорпорации перечисляют их заранее в начале года, денег много. И в этом, наверное, логика Юрия Павловича. Но есть и другая логика, о которой тоже надо поговорить. Вот в самый ответственный момент, когда сейчас гражданам нашей страны очень тяжело. Я желаю всем в эти непростые времена не просто выжить, но попытаться минимизировать потери, которые идут вашего дохода. Потери, не дай бог, работы. Я желаю вам стойкости духа в этот непростой момент. И в этот момент футболисты Локомотива не идут на достаточно простую ситуацию, когда нужно чуть-чуть понизиться по зарплате. Но имиджево это, конечно, тот самый момент, когда их будут называть жлобами. И особенно тут ничего не возразишь. В чем логика футболистов Локомотива? Безусловно, они думают только о себе. Потому что у многих заканчиваются контракты. Еще непонятно, продлить ли их клуб эти контракты. И в ситуации, когда до конца договора остается буквально апрель-май, надо думать о себе и о своей семье. Вы бы не думали? Вот футболисты Локомотива думают, в том числе и бразильские футболисты, как говорит Юрий Павлович, которым необходимо перечислять деньги туда своей семье. Вот футболисты Локомотива и думают. И с этой точки зрения вряд ли их стоит осуждать. Что будет дальше? Я думаю, что у Юрия Павловича это время от времени повторяется. А именно такие ситуации, когда он либо пишет письмо, как в данном случае, либо пишет книгу, они происходят в самый пик тяжелых взаимоотношений с клубом. Очевидно, что между ним и клубом, причем я бы здесь не называл какую-то конкретную фамилию. Зря многие концентрируются на том, что какой Кикнадзе плохой или Мещеряков. Я думаю, что Юрию Павловичу удалось впервые, наверное, за долгое время не раздробить коалицию из своих врагов, а эту коалицию объединить. И я полагаю, что вот этим письмом, возможно, поставлена точка в отношениях Юрия Павловича с клубом. Вероятность того, что... У меня нет информации. Но вероятность того, что после такого клуб пройдет с ним контракт, я полагаю, невелика. Юрий Павлович когда-то написал книгу, но тогда она была направлена... Тогда совет директоров был несколько иным, не по людям, а по направленности их мыслей, по их неоднородности. Сейчас, как мне кажется, совет директоров достаточно монолитен. И если еще несколько дней назад Юрий Павлович был таким, знаете, человеком, который над схваткой, который думает о футболе и приносит футбольному клубу «Локомотив» деньги, то сейчас он в эту схватку ввязался, выступил открыто, допустил, на мой взгляд, несколько серьезных имиджевых ошибок. И это, безусловно, его прокол. Что будет в будущем? Мне бы не хотелось давать какого-то конкретного в данном случае прогноза, но я полагаю, что должно быть, наверное, стыдно. Потому что вместо того, чтобы договориться оперативно, клуб, к сожалению, устроил какой-то балаган с собраниями футболистов и руководства, с публичным выяснением отношений, с тем, что пишет письмо в газету главный тренер и выступает на какие-то темы, над которыми, на мой взгляд, нынешней ситуации совершенно не может быть никаких дискуссий. Что может быть? У меня есть предложение к Монополии, к РЖД. Если футбольный клуб вот так вот не может поделить за достаточно короткий срок около 5-5,5 миллиардов рублей годового бюджета и не может разобраться, чтобы одна из сторон не могут договориться, чтобы одна из сторон или все они вместе, а вдруг выяснилось, я прочитал, по-моему, в известиях о том, что 15 топ-менеджеров Локомотива пошли на понижение. Вы можете представить, зачем Локомотиву 15 топ-менеджеров? Чем занимаются все эти люди? Какие деньги они приносят в футбольный клуб Локомотив, который финансируется в госкомпании? Так вот, возвращаясь к моей мысли, если они не могут в такой простой ситуации разобраться, быть может, уменьшить количество этих топ-менеджеров, уменьшить количество денежек государственных, которые выделяются в футбольном клубе, они быстро со всем разберутся. Вот такое мое предложение. Еще раз, жду вас на стриме в 20.00. Спасибо, всем пока!